— Вы тоже так думаете, да? — Ну, не то чтобы я так думаю. Я задаюсь этим вопросом, у меня нет на него ответа, но я склоняюсь именно к этому, потому что, ну, нельзя же вот совсем же такую пургу нести таким важным, серьёзным дяденькам. Вы как думаете? — Я думаю, что вы просто высокого мнения об этих дяденьках. — Да, конечно, да, разумеется, это, конечно, это беспочвенный оптимизм абсолютно. — Нет, я думаю, что вот то, что сказал Толстой, это такой, если вспомнить Рома, это такой обыкновенный антисемитизм. Он складывается именно из того, чтобы не назвать еврея евреем, а определить его через какое-то другое. — Ну, чтобы было сразу всем понятно. — Сразу понятно, и чтобы было ядовито, потому что тут, получается, это черта оседлости, и наган, и, значит, русская революция сделана евреями. — Какой-то такой некоторый отдалённый глухой намёк на книжку, на книгу Солженицына «200 лет вместе». Там тоже некоторые есть моменты такого. И вроде бы чего, если там у Солженицына есть, но там же Солженицын пытался дойти, всё-таки докопаться до какой-то исторической правы. Да, а здесь это обыкновенный антисемитизм, когда ещё правнуки и внуки должны, с его точки зрения, отвечать за национальное, значит, соответственно, будущее евреям, отвечать за все гадости, которые совершены в нашей стране. — И если они требуют не отдавать Исааки РПЦ, значит, они это делают ровно потому, что они генетически к этому предрасположены. — Да, они расположены. Вот, действительно, евреи всегда евреи, ничего хорошего от него ждать нельзя. Я помню, когда меня выгоняли из Союза писателей, из-за Метрополя, то Михалков-старший сказал про нас с Поповым. Женя тогда занимал не такие позиции, как сейчас в пении, но тогда был вполне либеральный человек. А Михалков сказал, да они хуже евреев, сказали про меня. — А тебе казалось бы, куда уже хуже. А я когда иногда просматриваю, что там про меня говорят, там напишут всё, Ерофеев Ерфей, ну просто вот такое определение, что, ну вот, значит, всё с ним ясно, значит, он там русофоб. Так что этой мерзости полно в стране, этой антисемитской мерзости. — Ну как-то казалось, что этот вопрос как-то уже так, вроде потерял актуальность в какой-то момент. Ну, уже с кем бороться-то? — Вот я подумал, я подумал, всё равно эти люди, вот такие чиновники такого второго эшелона и пресс-секретари, они же работают на начальство. Они же не так вот просто сказали и вот, мол, осмотрелись. Они, значит, и среди совсем высокого начальства есть такое. И скажут, о, молодец, правильно сказал Толстого, а чего? И вот настоящий потомок того, который мог так сказать. Или этот вот Леонтьев тут заявил, что пошли вы все там, ну как это, в попу, в жопу, да. И я подумал, это же ему встретится Сечин, ему, или он встретится Сечин. И тот сказал, какой ты молодец, Мишка, правильно сказал. — Хорошо задвинулся. — Да, то есть, значит, это такое зеркало, которое отражает, ну, или там Луна, которая отражает свет, вот этот гнилой свет этого начальства. — А Толстой, когда вот это вот всё замечательно так произнес, то есть он какой-то, отражал какой-то свет, или он просто облажался случайно? — Нет, я думаю, что не облажался, но, может быть, у неё и вырвалось. Ну, если вырвалось, то, я думаю, во-первых, вот тут же подхватили и стали носить на руках, а потом очень много. К сожалению, расизм — это одна из очень тяжёлых черт здешней ментальности. — Ну вот вы говорили раньше, что большая проблема в необразованности, безграмотности и падении вот этого всего. Но ведь нельзя сказать про Петра Толстого, например, что он некрамотный, там, какой-то и тёмный, да? — Да нет, конечно. — И, наверное, и Володин тоже, в общем... — Конечно, нельзя сказать. — Умеет читать и писать. — Ну и можно сказать, что и Дугин, и Проханов тоже, в общем-то... — Да, да, очень образованные люди, да. — Да, образованные люди. — И вот, тем не менее, это же не помогает. — И этот Ильин, которого Путин любит, философ, тоже, в общем, писал интересную историю. — А почему образованность всё-таки не спасает вот от этой глупости откровенной, от этой фигни? — Ну, они не считают, что это глупость. Они убеждены совершенно, что есть вот такая здоровая русская славянская ментальность, на которую нападают вот разные черти, да? Ну, половина черти живёт за границей, а некоторые черти, вот пятая колонна... — Ещё пока тут остались. — Они здесь, да. И хлистать по щекам евреев — это значит ещё... Значит, хлистать и либералов, потому что в этой же команде и всё. Я больше думаю о том, что всё-таки идеология чёрной сотни, которая, в общем, поощрялась Николаем Вторым, которого хотят сделать святым, эта идеология очень глубоко укоренилась, и эта идеология как раз поддерживается самыми разными людьми. — Вы у Толсова в этом заявлении услышали какие-то антисемитские нотки? — Значит, это прямо антисемитские нотки. Это прямо вытекает из того, что больше дозволено, чем... — То есть вы прямо, когда прочитали или услышали, вы прямо вздрогнули, как же так, вице-спикер Госдумы? — Я совершенно не вздрогнул, потому что я знаю, что эти люди в большинстве своём ровно так и думают, а они так думают. Это же, так сказать, вопрос о праздновании столетия революции. Вот революция, она делалась людьми сноганами, которые только что вышли из черты оседлости. — Это ровно белогвардейский миф, можно, конечно, нынешнего Толстого назвать белогвардейцем, националистического такого русопятого тулка. На самом деле, я думаю, что там в голове совсем каша и эклектика, и фьюжн. Но это совершенно чётко такой антисемитский, жесточайший, на мой взгляд, подпадающий под соответствующую статью Уголовного кодекса Российской Федерации разжигание межнациональной розни. В чистом виде. — Про Володина, кстати, вспомнили сейчас во время рекламы этого? Продолжая тему столетия. — Потрясающе попытался как-то оправдать своего подчинённого, и, по-моему, стало ещё хуже только. — Стало смешнее, на самом деле, комичнее. Он, получается, разрядил обстановку. Пошутил, так разрядил, что не до смеха стало совсем. Ну, по идее, ну, как, должны были вызвать на ковер в администрацию этого самого Толстого, что-то сказать. Ты больше так не делай хотя бы, да. Судя по всему, даже этого не было. Помните, как в Покровских воротах, что тебя понесло со штихелями? Вот здесь вот тоже со штихелями понесло, значит, но надо было как-то объяснить, что больше так не... Нет, они кинулись публично его защищать устами самого Володина, главного манипулятора Думы и не Думы и отца нации. Говорит, а друг другая черта оседлости для каторжат. — Главный какой-то манипулятор, получается. — Нет, манипулятор, он сильный, у него... — Ну, он пока Думу не успел представление о Думу, что... — Прибрать-то к рукам по-нормальному. — Ну, просто вот когда всем манипулируешь, ты думаешь, что кругом все идиоты, и ты можешь манипулировать гораздо более широкими массами, чем... — А они что, не идиоты, Андрей, извините? — Ну, по-всякому бывает, но вот про черту-то оседлости, ну, как-то... Какие каторжания? Почему есть каторжания с наганами? Вот они вышли с наганами и стали, значит, православные наши церкви уничтожать. Это что за бред сивой кобылой? Ну, вот это такой уровень, извините, общей культуры. — Пожалуйста, почему такая бурная реакция на высказывание вице-спикера Петра Толстого? И какой она должна быть в идеале? — Почему бурная реакция? Потому что как-то мы уже отвыкли от таких откровенных антисемитских заявлений. Понимаете, вот я про это сегодня целый день думаю, и думаю, вот это сукин сын с великой фамилией. Вот этот сукин сын с великой фамилией, наверное, даже не знает, что не только Лев Николаевич Толстой называл погромы в отношении евреев позором Отечества, но был министр внутренних дел в 80-х годах XIX века, Дмитрий Толстой, граф Дмитрий Толстой, всё та же фамилия. А тогда в 80-х годах XIX века прошли страшные погромы, и погибло очень много людей, очень много было разорено. Только в Кишиневском погроме погибло 50 человек, а 600 человек было покалечено, евреев. Который разослал по всем губерниям письмо с требованием предотвращать погромы. В результате погромов конца XIX века и погромов 1903 года и после 1905 года из Российской империи уехало полтора миллиона евреев. Они вполне успешно устроились в Соединённых Штатах Америки. А Соединённые Штаты Америки тогда разорвали торговые отношения с Российской империей. И вообще мы всё пережили, пугать нас не надо. Но мера омерзения колоссальна. Я с вами совершенно согласна, что это касается не только вообще евреев, это все другие, непохожие. И понятно, что люди вроде Толстого с маленькой буквы, они ведь больше всего ненавидят тех, кто придерживается других взглядов, других представлений. Вот другие. Это самые разные меньшинства. В том числе точно так же они относятся и к демократам, и к либералам. Все, кто в меньшинстве, они, значит, как это принято, у гопников, вот, начинают с размаху бить. Ничего. Ну, пусть попробуют. Пусть попробуют. Я боюсь, что мы ответим. Вопрос такой. Вот в США подобное заявление, к чему бы привело в США стране, которая является эталоном свободы слова, казалось бы, к чему бы это, чем бы это всё обернулось? У политика такого ранга в США невозможно представить такое высказывание. Даже при Трампе, даже при новом, как бы, дискурсе о мигрантах антисемитского, чисто антисемитского захода в глубокую историю, тем более по фактам неправильного заявления, такого, повторяю, невозможно представить себе. Но, а если бы это произошло, человек был бы вынужден подать в отставку. А в Израиле? В Израиле сказали, что евреи разрушают Израиль, но это постоянно говорят. Нет, ну, если бы представим, что Петр Толстой представлял бы израильские власти, тоже был бы... И сказал бы что-то такое по отношению к кому? К русским? Нет. Ну, Петр Толстой заявил, что национальное меньшинство, причем на сегодняшний день меньшинство, поправьте меня, 0,4%, если я так понимаю, да, где-то население России евреев, да, 0,4%, занималось разрушением церквей, а сегодня пытается противостоять возвращению, или передаче, вернее, Исаакия в Питере РПЦ.